что я уже работаю ребятушки все справляйтесь без меня можно сюда куда-нибудь нет вот же блок он только в одном месте ну вы же свой оставили там в городе теперь только упаку блог время уже надо к сну готовится 9 часов ну что я помню в прошлый раз было очень много вопросов теперь все сдулись или сегодня у нас какой день недели суббота мальчики сделать и чуть-чуть потише уже постоит дизлайк за что у меня просто танюша есть свои хейтеры они без меня жить не могут кости я на тебя подписано уже не знаю сколько лет периодически смотрела но информация начала заходить куда надо только сейчас вот это вот это супер на самом деле признание почему потому что сколько информации в моих видео заложено это просто от ас вы даже не представляете я раньше думал что мои мысли как это скажет сказать только скажи а вы сразу все бвгд а потом я понял что все свои мысли надо не просто доносить но настолько разжевывать что она бы превращалась в такую кашицу которую ну просто осталось только сглотнуть и все чтобы за вас уже все проживали нифига себе вина нарисовала до вина смотрите что творится накачал шею вопрос такой психологи говорят что мужчины и женщины любят абсолютно по похеру или по разному как чувствует абсолютно по разному а как чувствует любовь мужчина вопрос такой двоякий как чувствует любовь мужчина смысле что его любят как он чувствует любят ли его или нет или как мужчина влюбляется что-то имела в виду христи ну это два разных вопроса как чувствует любовь мужчина? То есть, типа, это как вопрос, как чувствует? Типа, ой, я чувствую, меня любят. По каким признакам? Или что? Или как влюбляется мужчина? Как влюбляется? Понятно, как чувствует. Короче, твой вопрос звучит примерно так, что как как влюбляется мужчина? То есть, как чувствует, что он влюбился? Ну, опять же, смотри, есть разные трактовки слова любовь. Я буду, как всегда, говорить со своей колокольни. Мы все-таки сейчас будем, наверное, задействовать не безусловную любовь, да, так называемую, то есть, когда мы любим существо просто за то, что любим, за то, что оно есть, да, а мы будем говорить с позиции любви мужчины и женщины, то есть, с позиции полов. Как чувствует любовь мужчина по отношению к женщине? Да, значит, тут все очень просто. Когда мужчина встречает девушку, большинство мужчин влюбляется сразу. Но эта любовь, она направлена на ну, это такая гормональная, я бы ее назвал, любовь, она направлена на внешние, в основном, характеристики, ну, и, может быть, чуть-чуть некоторые поведенческие реакции. Ну, к примеру, вот увидел я девушку, идет симпатичная девушка, в твоем вкусе, опять же, вкусы разные, да, ну, к примеру, ну, в твоем вкусе, там, не знаю, там, длинные волосы, там, попка бантиком, как попка краником, губки бантиком, и, соответственно, ну, вот, я встретил девушку, которая мне понравилась, все, в принципе, я влюбился, но на какой ступеньке я нахожусь, да, но в данный момент я хочу ей, простите, только впердолить. То есть, если я вижу красивую девушку, первое, что у мужчины возникает, это сексуальное влечение, да или нет. То есть, у мужчин даже есть такая шутка-прибаутка, я б ей вдул, я б ей не вдул. Ну, вот, может, слышали там мужские такие базары, которые, я б ей вдул, да, я б ей вдул, там про них даже стихи прикольные писали, про я б ей вдул. Вот, то есть, мужчина в первую очередь расценивает женщину с позиции сексуального влечения. То есть, если мужчине женщина нравится, он хочет продолжения банкета, ну, как минимум, прижаться к теплому и мягкому. То есть, когда мужчина вам, допустим, начинает улыбаться или каким-то образом пытается заговорить или заинтересовать или там позвать в кафешку там или еще куда-то там, да, ну, проявляет какой-то интерес к вам, то вы ему уже, скорее всего, в чем-то сексуально привлекательны. То есть, ну, понравились. Может быть, ваш образ, может быть, какое-то, какое-то поведение, а может и то, и другое. И все, о чем думает мужчина в этот момент, как бы вас чпокнуть. Вот. На этом этапе много, судим, как говорится, ломается. То есть, если вы пошли навстречу мужчине и он вас чпокнул, там, не знаю, в первый, там, в первое, неважно, свидание, там, в первую неделю, в первый месяц, в принципе, вот это неважно, то на этом его любовь как бы и заканчивается. То есть, он такой, типа, ну, вот я встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка, в глазах любовь, да. То есть, встретил девушку, она соблаговолела, дала ему, на этом любовь мужчины закончилась. Это вот первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий девушка не дает, но оказывает знаки внимания. Тогда мужчина начинает, если она ему нравится, он ее начинает приглашать, там, допустим, там, в кафе какие-нибудь, там, рестораны, там, прогулки, театры, там, ну, на что фантазии хватает, на что женщина намекнет, на что мужчины хватит возможностей. А вот, и он начинает ее узнавать в разных условиях. У меня бывали, допустим, такие ситуации, когда мне с первого взгляда нравилась девушка, ну, чем-то, допустим, и я ее приглашал для дальнейшего, скажем так, времяпровождения, там, типа, как Бог даст, посмотрим, да, то есть, начнем общаться, а там, а там как пойдет. И я старался девушку проверить в разных, ну, может быть, не то, что ипостасях, в разных условиях, да, то есть, я мог девушку взять, допустим, погулять в парк, или там, сводить в кафе, или там, вот у меня было даже одно время, я водил девушек на дрессировке, искал смелых девчонок, и так как я дрессировал собак в свое время, особенно, занимался злоблением собак, у меня был такой тест, я девушек проверял на, ну, на смелость, можно так сказать, да, то есть, я такой говорю, ну-ка, одень рукав, а мы тебе собачку пустим, не бойся, она тебя сильно не укусит. И вот на моей памяти, только две девушки одела рукав, как бы, вот, не побоялись, за что, конечно, ну, я так, типа, ну, ничего, так можно, там, да, но это не факт, что это станет, там, дальнейшим подспорьем, то есть, для чего происходит дальнейшее свидание? Дальнейшее свидание происходит для того, чтобы понять, как в определенных условиях ведет себя полупротивоположный, причем, кстати, это приглядывание идет с обоих сторон, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины, но мужчина проверяет женщину в разных ситуациях, как она относится, там, не знаю, где тебя может посмотреть, как она относится, вплоть до того, что я мог, так сказать, ой, мне надо закупиться, пойдем в супермаркет забежим, потом поедем погуляем, там, в машину кинем, и смотрел, как она там выбирает еду, это, кстати, для мужчины, для многих, очень такая интересная ценность, то есть, если женщина сексуально привлекательная, начинается период ухаживания и присматривания, то есть, мужчина либо ухаживает за женщиной, пытаясь пустить ей пыль в глаза, там, или наоборот, как-то там, склонить ее, в зависимости, опять же, какие у него намерения, но на протяжении всего времени, он все равно будет мечтать вас чпокнуть, и вот, если вы еще и на этом отрезке сдадитесь, ну, тогда тоже, в принципе, может быть, да, может быть, нет, это так называемые, люди называют гражданским браком, и они начинают жить, ну, какое-то время, пока не узнают друг друга поближе, женщина включает свою демоверсию, то есть, она говорит, а вот я такая, я такая, смотри, я и тут хорошее, и тут хорошее, и тут замечательное, и мужчина, он как бы, ну, покупается, потому что мужики же честные в основном, то есть, они думают, что, как у пьяного на уме, ой, трезвого на уме, у пьяного на языке, да, и многие мужчины ведутся на вот эту женскую демоверсию, когда женщина, как некоторые говорят, работает на результат, и если они чпокнутся в этот период, то у них происходит примерно, ну, так называемый гражданский брак, то есть, ну, а что я буду бегать дальше искать, если она вроде милая, симпатичная, а она такая думает, что, ну, сейчас мы поживем, он посмотрит, какая я хорошая, умная, красивая, и возьмет меня замуж, и уже третий вариант, это когда мужчина решает сделать предложение, то есть, они встречаются, 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 там, год, полтора, два, и видят, что, ну, любовь, дружба и так далее, только крепнет, и мужчина, он вкладывается, вкладывается в женщину, делает подарки, какие-то ухаживания, период ухаживания, кстати, его можно, ну, ты же спросила про, как, как, любовь, да, но период ухаживания, на самом деле, в нем очень много нюансов, то есть, на мой взгляд, он самый важный вообще в отношениях, период ухаживания, именно в период ухаживания можно понять ху из ху, то есть, вообще, стоит ли делать предложение, или не стоит, и вот третий этап, это когда мужчина сделал, ну, решился сделать даме предложение, то есть, если мужчина понимает, что эта женщина его, он хочет, чтобы она у него дома тусила, а не где-то там, лазила, он делает ей предложение, и забирает ее замуж, со всеми ее тараканами, ответственностью, и так далее, то есть, если мужчина взял замуж женщину, то, в принципе, он готов ради нее на все, то есть, не так, что, типа, а когда мы поженимся, ну, ладно, давай, мы уже вроде там, три года вместе живем, надо хоть расписаться, а то ты уже беременная, там, на шестом месяце, надо хоть как-то оформить отношения, да, а я имею в виду, осознанное, осознанное ухаживание, то есть, осознанные такие действия, то есть, когда мужчина ходил, 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 и решил взять ответственность за женщину, то есть, просто так мужчина ответственность брать за женщину не хочет, И вот после третьего этапа отношений, то есть после того, как он сделал предложение и, соответственно, женился на этой женщине, то тогда мужская любовь уже входит в фазу, она моя, я за нее несу ответственность и так далее, и так далее, и так далее. То есть это комплексная такая, социальная такая задача больше, то есть мужчина, взявший ответственность за женщину, он как бы любит ее со всеми потрохами, то есть он уже за период ухаживания в идеале должен узнать о ней все, там, и был у нее брак ли до него, там, есть ли дети, там, от первого брака или нету, там, не знаю, там, кто она по профессии, любит, не любит детей. Где она хочет жить, кем она хочет быть, то есть когда мужчина, вот этот, для мужчины очень важен шаг именно в отношениях, я раньше этого не понимал, и когда у нас были отношения, были отношения с предыдущими девушками, я вот не торопился жениться, и мне казалось, что это какая-то дичь, какой-то там устаревший ритуал, что мужчина должен устраивать какую-то свадьбу, там, какие-то там. Делать подарки, дарить какие-то помолвочные кольца, а потом я понял, что это страх взять ответственность за женщину, то есть мужчина не чувствует, что эта женщина его. Когда, допустим, я делал предложение Екатерины Николаевны, я был уже по уши влюбленный в нее, и я был готов, ну, скажем так, я очень переживал, что кто-то другой может сделать либо предложение, либо она куда-то уйдет, ну, уедет там, не знаю, пропадет. То есть, знаете, такая корова нужна самому. То есть, когда я уже делал предложение, я понимал, что это моя женщина. То есть, я готов и свадьбу, и кольца, и все на свете. То есть, это действительно, знаете, как, ну, может быть, некорректное сравнение, ну, возьмем, допустим, не знаю, с покупкой там дома, или квартиры, или машины дорогой там, да. То есть, когда мужчина готов купить машину, он понимает, какую ответственность он за ней бесит. А это не машина, это женщина. То есть, он понимает, что, допустим, там, машина стоит 3 миллиона. То есть, во-первых, у него должно быть эти 3 миллиона, понимаете? То есть, он должен иметь хотя бы эти деньги, или если он берет там какую-то ипотеку, кредит и так далее, он должен понимать, что, ну, платить придется эти деньги. Никуда не денутся, то есть, они не спишутся, да, сами по себе. Когда мы берем замуж женщину, мужчины, мы понимаем, что это очень такой энергоемкий и трудозатратный процесс. То есть, замужняя жизнь, женатая замужняя жизнь, это очень такой трудоемкий энергозатратный процесс. То есть, если я взял замуж женщину, женился на женщине, я должен ее обеспечивать, защищать, нести ответственность. И не каждый мужчина, он способен на это. Вы думаете, почему женщины так ждут, что им сделают предложение? Не из-за того, что им там нужны кольца или там супер пышная свадьба. Есть, конечно, которые там в детстве мечтали о очень красивой свадьбе, это хорошо. На самом деле, они должны найти такого, который сделает пышную, красивую свадьбу. Но в целом, женщины хотят, чтобы за них взяли ответственность. То есть, пришел мужик и сказал так, вот эту женщину я тащу в берлогу, буду о ней заботиться, лелеять и так далее, терпеть и так далее. И вот эти все свадебные приготовления, кольца, платья, рестораны и так далее, это демонстрация мужчины, или колым в свое время платили. Это демонстрация мужчины, что он готов к семейной жизни нести ответственность. И вот у мужика любовь очень тесно связана с ответственностью. То есть, если он принимает женщину и берет на себя ответственность, это для мужчины и есть высшее проявление любви. То есть, он готов свою жизнь посвятить этой женщине. То есть, не так, что пожили вместе, простите, потрахались и на следующий день, ладно, пока, все, я поехал. Через месяц развелись. В основном разводы происходят после гражданского брака. Если все было сделано правильно, и мужчина созрел на свадьбу, созрел на кольца, созрел на организацию мероприятия, созрел на дорогой подарок, какой-нибудь там, да, в честь демонстрации, или там, у него есть жилье, которое он готов разделить со своей женщиной. То есть, привезти ее куда-то. Это он уже демонстрирует, что он не просто женится на этой женщине, а берет ее замуж как бы за себя, да, то есть, за стену прячет ее, за свою. И вот это высшее проявление любви, потому что для самого мужика, вот я по себе знаю, не знаю, как там другим по себе говорю, мне вот достаточно, не знаю, комнатки 4 на 4, условно говоря, с кухонькой там 2 на 2 и туалетом 1,5 на 1,5. Можно даже без ванной с душевой кабинкой, да. То есть, все мое счастье может уместиться там в 20 квадратах, ну, имеется в виду для мужика, да. То есть, мне, чтобы жить, мне нужна машина под попой, уголок, где я упаду, там, поспать, холодильник, там, какая-нибудь микроволновка или плита, и все. Мне лично больше ни хрена не надо. А вот когда мы, мужчины, берем ответственность за женщину, мы подразумеваем, что обязательно появятся у нас дети, за которых тоже придется брать ответственность. То есть, в этот момент женщина не будет работать, женщина будет ухаживать за ребенком, у нее будет там какое-то плохое настроение, там, болеть спинка, которую нужно будет погладить, несмотря на то, что ты там пришел с работы и так далее. И вот демонстрация вот этих всех вещей, оно и показывает готовность мужчины, ну, скажем так, любить. То есть, мужчина любит поступками, если вот, ну, обобщить, мужчина любит поступками. Если все остальное, это от лукавого. То есть, если он говорит, ой, ты знаешь, я люблю сильных независимых женщин, давай счет пополам, там. То есть, это он уже не готов брать за эту женщину ответственность. То есть, он говорит, как бы, ты мне нравишься, но ровно настолько, чтобы тебя чпокать, там, снимая общую квартиру. Но в любой момент, если что, мы разбежимся, ты по своим делам, я по своим, как бы, и все. И на этом наши отношения закончатся. То есть, если, ну, мужчина к вам относится вот так именно, как к гражданской жене, то это все, ну, несерьезно. И женщины это чувствуют, но они почему-то по дурости своей думают, что вот сейчас они поживут вместе с мужчиной, покажут, какие они, и он тут же возьмет за себя ответственность. То есть, вы не переходите на разряд третьих отношений, ну, третий этап отношений. Вы остаетесь на втором этапе отношений, где, ну, вы случайно стали жить вместе, чтобы мужик уже такой думает, да, я уже слишком стар для всего этого дерьма. Хорошо, когда под боком какая-никакая мягкая жопка находится, в которой периодически можно воткнуться, да. Вот. Но если она будет выпендриваться, то я, как бы, ее пошлю на три веселых буквы. То есть, тогда на третий этап перехода нету. И это для мужчины уже не любовь, а сужительство. То есть, использование женщины для приготовления еды, секса и так далее. Вот. Вот. То есть, поэтому, любовь для мужчины, она заключается в поступках, это очень важно, то есть, не словами. Если мужчина говорит, я на вас когда-то женюсь, и уже пятый год женится, а при этом вы с ним живете вместе, то ничего хорошего с этого не выйдет. Это раз. И мужчина любит ту женщину, в которую он долго-долго-долго-долго-долго-долго вкладывался. То есть, которую он, как вот розу, знаете, растил-растил-растил-растил-растил-растил, и вот уже не просто ее срежет. Он говорит, давайте срежем, подарим там тете Клаве именины. Он говорит, да пошел ты, я эту розу растил там пять лет, и просто ее так срезать и тете Клаве подарить. Ни хрена, такая корова нужна самому. Поэтому, когда мужчина вкладывается в женщину, он влюбляется в этот момент. И вы замечали, что когда мужчина с женщиной расстаются, мужчины страдают, я сам это проходил, не столько по женщине, сколько по вложенным в нее усилиям. То есть, мужчина, когда я вот просто себя как-то поймал на мысли, что когда я расстался там с одной девушкой, мне было жалко не то, что мы расстались, а то, что сколько сил я вложил в эти отношения. Ну, такой вот парадокс. Ну, сейчас я не жалею, потому что это опыт. А это опыт, он меня научил очень многому, и я, наоборот, благодарен тем отношениям, очень сильно благодарен, потому что без тех отношений не получился бы я. И даже у меня такое ощущение, что я что-то такое отработал, знаете, такое, как это, скажем, какой-то должок, может быть. Потому что у меня тоже были ситуации, когда я матросил и бросил. У меня очень были такие неправильные поведенческие реакции. То есть, я охотился за девушками, и когда они мне давали то, что мне нужно было от них, я, ну, как бы сливался. И когда случились те отношения, я, ну, ответил. Ответил за базар, ответил за все, может быть, даже больше, чем за все. Поэтому мужчина, он даже при расставании больше переживает за вложенные усилия, чем за отношения. Как бы ни звучало это, может быть, для вас, женщины, может быть, цинично, да? Ну, нет, на мой взгляд, потому что, поверьте, мужики сами по себе не очень ленивые создания. Мы, да и я, я к мужикам отношусь, мы очень ленивые создания в большинстве своем. Ну, если нам надо, да, мы разобьемся в лепешку, сделаем там и так далее. Но если там надо кому-то, дорогой, нам завтра надо по магазинам. Кому? Вам. Вам вы идите, да? То есть, если мужчина делает что-то для вас, женщины, то он уже вас ценит. А если мужчина на вас забивает болт, вы его уже там, десятый год просите прикрутить полочку. Ну, там бывают моменты, когда мужчина забывает, он же однозадачный. Это бывает, что забыл, забыл, надо его прям напомнить, скажем, милый, вот все, сегодня упало, если не полочка, мир мой рухнет. Тогда мужик полочку прикрутит, он может забыть просто, это да. Забывать мы можем, потому что у нас есть, допустим, там, заработать на дом, да, и прикрутить полочку. Мы приходим, а, прикрутить полочку потом я зарабатываю на дом. Но если женщина скажет, что без полочки не будет дома для нее, то мужчина покажет, как он действительно к вам относится. Если мужчина ценит ваше спокойствие, милые дамы, то он именно поступками, то есть мужчина поступками выражает свою любовь, а не словами. Потому что сказать, милая, помните советский мультик, я подарю тебе вселенную, а мы будем там лететь бесконечно. Помните, у тебя там кастрюля такая шу-шу-шу-шу-шу. Поэтому любовь у мужчин к женщинам выражается в деяниях. И высшее проявление действия в отношении женщины – это взятие за нее ответственности по жизни. То, что они могут не понять друг друга – это уже отдельная реакция, это уже взаимоотношения. Их выстраивать можно всю жизнь. Не можно, а нужно. То есть нельзя отношения построить один раз и на всю жизнь. Как бы это все время такой текучий процесс. Ну, это уже отдельная история. Но понять что-то, как начинается мужская любовь к женщине, очень просто. Ну и, соответственно, мужчина понимает, мужчина никогда не делает сверхмеры. То есть, если для того, чтобы вас завоевать, у него ушло, там, не знаю, поход в кино и купить вам чашку кофе с шаурмой, да, и потом вы ему дали. Он понимает, что, в принципе, ну вот она и цена, как бы, да. То есть, поход в кино, чашка с кофе и шаурма, и все, я красавчик. И если вы после этого ему дали и сказали, милый, а может быть, съездим с тобой в Турцию, он скажет, а нахера, мне не тут хорошо, как бы, да. Почему? Потому что вы ему уже оказали высшее проявление. А вот когда жена говорит, милый, давай съездим в Турцию, это уже другой процесс, потому что жена – это то, за кого человек взял ответственность. И он уже подписался. Поэтому, если мужчина добровольно подписался на замужество, на свадьбу, на взятие ответственности, это уже автоматически означает, что он будет вас баловать, лелеять и так далее. Но в тех рамках, какое показало ухаживание. То есть, как ухаживал, так и будет. Поэтому период ухаживания как раз – это очень хороший способ посмотреть, какие же будут ваши отношения в будущем, в браке, да, так называемом. Вот так вот. Я думаю, я так широкими мазками накидал тебе. Понятно стало, не? Можешь задать уточняющие вопросы. Вот, ну, если вообще коротко, если вообще коротко, то в поступках выражается любого. Спасибо за ответ. Нужна ли мужчине романтика? Что такое романтика? Пожалуйста, уточнение в студию. А то мы сейчас будем говорить о разном. Нужна ли мужчине романтика? Что такое романтика? У одних романтика – это одно, у других другое. Он такой романтик. Он пьяный, залез в окно с розой в зубах. Это не романтик. Он просто тебя хотел, не знаю, там, шокировать, заставить врасплох, чтобы ты ему дала за этот поступок. И все. То есть это как бы, ну, это не романтика. Что такое романтика, на твой взгляд? Нужна ли мужчинам романтика? Какой-то вопрос странненький, на самом деле. Романтика. Если вот мужчин – своя романтика, да. Ну, вот допустим, допустим, смотри. Ну, возьмем с меня, да. Я вот знал, что если, ну, случайно так получалось у меня, что если я вел себя нестандартным образом, то женщины, условно говоря, мне давали, да. То есть, ну, я не знаю, там, написал стихи, потом там пришел с розой, бутылкой шампанского, спел песенку на гитаре, к примеру. И она такая, ох, он такой романтик, он так романтичный. Он написал стихи в честь меня, дам-ка я ему. Вот, когда женщина, ну, дает, как бы мужчина такой, значит, вы верите в романтику, да. Ну, я вам, значит, дам романтики. И мужчина, как я в свое время, начинает ухищряться в ухаживании, да. То есть, он, есть такой даже в природе феномен, среди пауков там, есть, значит, там, какой-то брачный ритуал, что там же паучиха убивает паука после шпилевили, да. Там все не так-то просто, да. И что пауки придумали? Они приносят подношение в виде мухи, обмотанной паутиной. И паук, когда приносит эту муху, отдает паучихе, она пока ее там разматывает, жрет, он ее в этот момент чпокает и валит. Ну, по-бырому. Вот, такой паук-романтик. Паук-романтик. Вот. А другие пауки научились еще круче. Они просто наваливали целый ком паутины. Паутина-то халявная, в принципе, да. То есть, он с жопой ее там добывает. Вот. То есть, там мухи не было в этом коме. И, значит, паук наматывает ком паутины и дарит паучихе. Паучиха начинает разматывать, разматывает, разматывает, разматывает. И пока она разматывает, он ее чпокает, убегает. Паучиха такая размотала, а мухи нет. То есть, и поймели, и муху не подарили. Вот это похоже на современный гражданский брак. Когда мужик-романтик дарит ей звезду с небес, там, красивые поэзии, слова, песни, ухаживания, да. То есть, ну, паутину. В уши воду льет, короче, дурочкам. И девушка теряет бдительность, он ее чпокает. И потом все, Анастасия, звезда моя. Потом, не знаю, там, Елена, звезда моя. Потом Мария, звезда моя. И все. И вот он ходит, всем рассказывает. То есть, он понял, что можно доверчивым паучихам всучивать просто комок паутины. Она считает, ну, какой он романтик. А он ее и до свидания. Романтика здорового мужика, она заключается в том, что он любит делать своей женщине приятной. Почему? Потому что она от этого радуется. Но это, опять же, зависит от ответственности. То есть, когда мужчина ухаживает за женщиной до замужества, он смотрит, как она реагирует на его действия. То есть, ну, к примеру, подарил там он ей какую-то там, не знаю, розу, просто так, розу. Она ее приняла и сказала, ты такой внимательный, такой классный, подарил мне розу там. Ой, ты такой клевый. И так далее, и так далее. То есть, ну, похвалила. И он такой, да, я молодец, я такой хороший, я розу подарил. И он в следующий раз хочет сделать, ну, приятное тоже, чтобы его похвалили, там, обратили внимание. И он уже понимает, что, ну, как бы постоянно розу дарить, ну, как-то, ну, как-то вафельно. И он начинает там изобретать, да. То есть, вот за год ухаживания можно за мужчиной углядеть, как он будет за вами ухаживать. Вот как он будет за вами ухаживать, так примерно он будет в браке себя вести. Ну, или можно чуть-чуть даже потом отнять треть. То есть, вот как он ухаживает, потом чуть-чуть отняли. И вот примерно там одну треть отняли. И вот две трети он так будет за вами ухаживать, как во время доза мужества. Я сейчас не беру в расчет гражданский брак, это фигня. Замужество после гражданского брака – это проигрышный вариант. Ну, там еще зависит от самого поведения женщины, мужчины, там, короче, нюансов много. Но, когда он видит, что женщина радуется всем его подаркам, он понимает, что что бы он ни делал в ее отношении, она, ну, ей нравится. И если ей что-то реально не нравится, не нравится, она это самое и говорит. То есть, ну, вот возьмем пример. Он дарит ей розу, она его не хвалит за розу, а говорит, к примеру, фу, роза там, цветы, ну, не дари мне мертвых цветов, я не люблю дарить мертвые цветы. Во-первых, мужчина делает вывод, что, ну, женщине этот подарок не понравился. Он либо может психануть и сказать, да пошла ты, не хочешь мою розу, пошла ты тогда вообще нахер. Вот. Либо он скажет, ну, ладно, хорошо, я тебя запомнил. Сейчас я тебе за тобой как пыль тебе в глаза набросаю, а потом чпокну и брошу, к примеру. Вот. Либо он уже понимает, так, а это сударыня непроста, то есть на розе не подъедешь. И он начинает ухаживать за ней более, ну, красиво, скажем так. Но все равно в любом случае делает выводы, то есть вот этот период ухаживания, очень важен такой момент, то есть вот эта романтика, да, так называемая романтика. То есть он, мужчина и женщина смотрят друг на друга. Один смотрит, как он за ней ухаживает, а вторая, принимая ухаживание, он смотрит, как она принимает ухаживание. То есть это такая, знаете, генеральная репетиция, можно так сказать, генеральная репетиция, да, перед концертом. То есть свадьба и после свадьбы это концерт, а до свадьбы идет генеральная репетиция. И вот если в этот период у вас все совпадает, то есть вы видите, что мужчина не жадный, что женщина умеет принимать подарки, умеет хвалить и так далее. У мужчины и женщины начинают совпадать, скажем так, пазлики друг с другом. И вот в этот момент как раз и зарождается начало большой и толстой любви, как говорится, да. То есть вот можно назвать это романтикой, романтичный конфетно-букетный период, да. Но на самом деле это такая пристрелка душ. То есть вы можете понять, та ли это женщина, женщина может понять, тот ли этот мужчина. И вот в этот момент возникает как раз, или наоборот не возникает, или возникает, или не возникает. Химия, и за, опять же, полтора-два года ухаживания можно понять, кто есть кто. И вот в этот момент романтика, она вся и показывается. То есть вы можете понять, будет ли ухаживать за вами мужчина и после свадьбы. Потому что если женщина очень грамотно и хорошо себя ведет, адекватно, то мужчина за такой женщиной никогда не будет уставать ухаживать. То есть ему хотеться будет постоянно ей писать какие-то стишки, говорить приятные слова, прикасаться к ней, гладить ее, дарить подарки. Ну, что-то для нее делать постоянно. То есть вот это можно назвать романтикой. То есть если просто вот намотать кусок говна в паутину и типа, на, жри, пока я тебя там трахаю. Это не романтика. Это мимикрия, можно ее больше назвать. То есть когда вы подстраиваетесь. То есть вы хитропопой. Вы подстроились под время и набросали пыль в глаза вашей даме сердце. Ну, в данном случае не сердце. Вот. И дождались, знаете, поматросил и бросил. Дождались, пока она вам открыла ворота. Вот. Получили, что хотели и помахали ручкой. Так что это не романтика. Если же мужчина влюбляется в свою женщину, то есть если он, даря подарки, а он всегда получает от этого удовольствие, потому что нормальная женщина умеет принимать подарки, он понимает, что его знаки внимания делают женщину более счастливой, более улыбающейся. А, соответственно, и его. То есть когда мы мужчины дарим женщинам хорошее настроение, внимание, подарки, мы всегда получаем больше мужчины. И грамотный мужчина, он понимает, что если я ухаживаю за своей барышней, она обязательно мне будет давать что-то взамен. Но если мужчина кидает, кидает, кидает в женщину подарки, а она не умеет их принимать, или ей все мало, мало, или она типа, ну подарил, все, молодец, типа, по умолчанию, хороший мальчик. А то мужчина, или там, ой, типа, и роза, и все, типа, мог бы там и букет подарить. И у мужика на полшестого он, скорее всего, вам подарки в будущем дарить уже не будет, потому что у вас не возник вот этот вот романтик, назовем его так, как вы раз уж задали такой вопрос. Поэтому, ухаживая за барышней, мы создаем настроение ей, а она создает его нам. Поэтому, вот, ну, романтика, ухаживание, если хотите, они не исчезают даже, ну, в нормальных парах, они не исчезают даже после женитьбы, после свадьбы. Потому что грамотный мужчина понимает, что именно от настроения женщины зависит его успех, его спокойствие, его тестостерон, в конце концов. То есть, очень много факторов зависит от настроения женщины в семье. То есть, я вот по своей супруге понимаю, что когда у нее фиговое настроение, у меня тоже фиговое настроение. Потому что, как я могу, как мужчина, быть счастлив, если моя женщина несчастна? А если моя женщина счастливая, то тогда и я счастливый. Вот в этом и прикол. То есть, счастье мужчины в счастливой женщине. Поэтому, когда мы делаем счастливой нашу женщину, она делает автоматически счастливыми всех в округе, и детей, и нас, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вообще сама по себе задача мужчины, любого нормального, адекватного мужчины, это служить женщине. А задача адекватной женщины, женщины служить мужчине. То есть, вот такое вот взаимное служение. И поэтому романтика, она в зрелых, адекватных отношениях, она не переведется. А вот если вы в отношениях начнете считаться, я больше купил, я меньше купил, ты вот мне розу подарил, она 8 марта не подарил, она Новый год не подарил. А вот ты мне давно цветов не дарил. То есть, как только начнутся взаимные вот эти вот претензии, пристрелки, ни хрена хорошего с этого не выйдет. С этого рая не выйдет нифига. Поэтому в отношениях, в развале отношениях, в развале романтики всегда виноваты двое. Не бывает так, что виноват один. То есть, всегда виноваты двое. И, соответственно, каждый случай индивидуален. Но по себе я знаю, что счастливая баба – это залог счастливой семейной жизни. Поэтому лично мое мнение, несмотря на то, что я устаю, у меня свои есть загоны какие-то, еще что-то, я стараюсь свою женщину по возможности вбаловать. Чем-то неважно. Чем могу. Могу словом-словом. Могу погладить массаж, сделать поглажу, сделаю массаж. Могу там какой-то подарок подарить на Новый год или на какое-нибудь событие, очень важное для нее, допустим. Подарю ей подарок, даже вот когда не было там в свое время финансов возможности, такой был промежуток. У нее было очень важное событие. Я извернулся, нашел деньги и как бы сделал хороший подарок. То есть, ну как, все деньги уходили на тот момент вообще в другое место, а мне нужно было... Я понимал, что это очень важное для нее событие. И я понимал, что если я в это событие профукаю, просру, то женщина моя будет несчастна. Ну, соответственно, мы... Наша семья. То есть, я же не разделяю, вот моя женщина будет несчастна, а я такой, ага, у меня все хорошо. Нет. То есть, мы вместе. Муж и жена одна адская сотуна. Поэтому, когда я понимаю, что моей женщине нужна какая-то поддержка или доброе слово... А, это всегда надо, то я, конечно, стараюсь ей это оказывать. А если тебе начихать на твою женщину, какая романтика? Тебе просто наплевать. Уйдет она завтра, обидится, к маме поедет. Ты такой еще, фу, слава богу, к маме уехала. Замечательно. И все. И все. Романтика. Жадные мужчины, это ужас. Ну, не научили их быть щедрыми. Виноваты женщины. Отношения мужчины и женщины, это потаенная война, постоянное противоборство и очень тонкая игра. Счастливый союз, считаю, возможен. Это редкость, постоянно на системе сдержек и противовесов. Ну, это твое мнение. В мое мнение, никакой войны нету. Никакой войны нету. Это союз. Мужчина и женщина, это союз. То есть, когда они соединяются, соединство такое, понимаете? То есть, в чем-то силен мужчина. Вот, допустим, я когда нахожусь как сейчас на стройке, мне тяжело ухаживать за домом, нету чистоты, вкусно приготовить не могу. Что я могу, там, крупы сварить, там, да, с мясом и овощи, там, салат, все, короче. У меня все просто. Кусок мяса, там, три ложки крупы, условно говоря, там, какие-то, никакие-никакие овощи, там, и все. В принципе, я это могу на стройке, сколько живу, столько и ем. Почему? Потому что я приехал сюда работать. Если приезжает моя супруга, она тут и полы помоет, и занавесочки, там, и протрет, и там, покушать, и так далее, и так далее. То есть, я чувствую себя сразу обласканным в тепле, в уюте, в ласке. Еще поднимется ко мне, там, стакан воды принесет или там еще чего-нибудь, морсика какого-нибудь. Скажет, ой, какой ты молодец, столько всего тут наделал, какой ты рукодельник. То есть, я такой, да, да, хорошо. И херачу молотком с утра до вечера. Потому что я знаю, для чего я это делаю. Женщина же, она, ей, допустим, легко, там, ну, как, относительно, легко на кухне, там, да, она, там, легко ей создавать уют. Ну, допустим, там, подбить потолок, и, ну, и это очень тяжело для женщины сделать. А для мужчины нет. То есть, мне тут скажут, молодец, я гвозди могу с утра до вечера вгонять. Вот. То есть, это такой союз, никакой войны. То есть, если вы воюете со своей женщиной, значит, вы чего-то в этой жизни не поняли. Значит, вы чего-то в этой жизни не поняли. То есть, я даже не подразумеваю в своих отношениях с нынешней супругой, что мы на какой-либо даже вообще гипотетической, даже какой-то там отдаленно теоретической войне. То есть, никакой войны у нас нету. У нас есть взаимодействие. Надо учитывать, что это другой организм. Женщина – это другой организм. Мужчина – это другой организм. Понятно, что у каждой семейной пары все индивидуально. Но что большинству мужчин, на ваш взгляд, нравится в женщинах? Что укрепляет брак, а что разрушает отношения? Ого, это слишком такой, это слишком, слишком огромный вопрос, Татьяна. Вы, как любая женщина, можете задать такой вопрос, который в себя включает весь аспект. То есть, понимаете, мы можем с утра начать говорить и закончить через неделю, что разрушает семейные отношения. Там слишком много факторов. Слишком много факторов. Поэтому о семейных отношениях, что укрепляет, а что разрушает, можно говорить бесконечно. А женщины, они хотят... Вы знаете, он часто же... А вот я не буду работать, а если муж умрет? А если вот муж умрет? А я не работаю еще. Как я выживу с детьми? Ну, умрет, тогда и будешь. А у женщины нет. А если вот завтра дефолт? Как вот мы будем жить? И начинается у них в башке там. А что ж разрушит мои отношения? То есть, я понимаю, что у женщин такое отношение. Но, дорогие девушки, задавайте более конкретный вопрос, если вы хотите получить конкретный ответ. Зачастую просто там мужик не дарит подарки женщине, к примеру, потому что у них через одно место построенное отношение. А она задает вопрос, а вы знаете, а подскажите, что может укрепить брак, а что может разрушить? Ну, скажи ты конкретно, у меня такая беда, муж ни хрена не дарит подарки. Ну, это уже конкретика. А то, что вы... А если завтра будет нашествие инопланетян, что мы с вами будем делать? Давайте вот это пообсуждаем. Ну, вот ваш вопрос, Татьяна, без обид, он из вот этого разряда. То есть, любая вещь может как укрепить отношения, так и разрушить. Вы можете, не знаю, охолонить мужа. Просто он вам принес цветочек и зашел, несет вам за спиной цветок, и он уже весь такой романтичный, думает, сейчас я вам подарю цветочек. Заходит, а вы только помыли в коридоре. А он заходит и не увидел, что там у него ботинки грязные. И там от него отвалился кусок грязи. И жена... Твою мать, я только вымыл эти полы, когда ты пряжь. И все, и вы вот разрушили отношения. Он в следующий раз вам не только цветок, он домой не будет хотеть прийти. Это разрушит отношения. И таких случаев может быть доедрень феней. Поэтому, когда вы задаете вопрос, его надо задавать более конкретным девушке. Не надо задавать. Если завтра нашествие инопланетян, война, а я вся такая в белом и в ванной купаюсь. У меня вопрос, а что делает Же? Что делает Же? С жопой, что ли? Спасибо, Костя, за ответ. Может ли мужчина быть женатым на одной женщине, а любить другую? Нет. Нет. Если будем называть вещи своими именами, если он женат на одной, а другой рассказывает, что любит другую, обычно это, знаете, сказочка женатиков. Они такие, вот я со своей женой живу, у нас уже давно чувств нет, у нас просто дети, совместная ипотека, любви нет. Ну тебя, тебя я люблю. Это они после секса обычно лежат. Ну тебя я люблю. Вот тебя люблю, жену не люблю, а тебя. Это, видимо, тебе, Светуль, очень часто муху заворачивают в паутину. Вернее, даже уже муху не заворачивают. Те куки же заворачивают в паутину. Поэтому, любовь, еще раз говорю, в мужчинах, в поступках. То есть, если мужчина не хочет жить с женой, он говорит, мы все просрали, родная, прости, давай разойдемся. Расходится и начинает строить, строить, внимание, другие отношения. А строительство отношений, нормальных отношений, не может быть выстроено менее, чем за, не знаю, там полтора-два года. Это нереально. Выстроить нормальные отношения меньше, чем за, ну, года-два, я думаю, точно надо, чтобы хоть как-то их построить. Поэтому, когда он женат на одной, спит с другой, он, скорее всего, еще какой-то третий рассказывает, что ее-то он точно любит. А с теми двумя, ну, просто так вот это случилось. Случайно. Это не любовь. Мужчина любит поступками. Где девчат искать нормальных? Везде их куча. Куча. Обычно, знаете, как говорят, все мужики-козлы, кобели, им только одно надо. А другие такие мужики, ой, такие сучки, им только надо вот этому мужика привязать, чтобы он алименты платил, отжать у него квартиру, там, пустить по миру. Они все меркантильные твари. И вот такая вечная война. Я обычно в таких случаях могу коротко сказать, если вокруг пахнет говном, проверь, не ты ли обосрался. Потому что зачастую бывает именно так. То есть, если ты не умеешь выстраивать отношения, все отношения у тебя заканчиваются одним и тем же, то есть полным анусом. Поэтому нормальных девчат, как и нормальных парней, кругом тьма, просто тьма. Вопрос в том, умеешь ли ты строить отношения. Вот это основной вопрос. Потому что если ты не умеешь строить отношения, они всегда у тебя будут заканчиваться ничем. Здравствуйте. Если мужчина наказывает женщину за то, что она ушла не к другому, а просто от давления на эмоциональном плане. Мужчина портит, к примеру, репутацию женщины. Что ей делать? Ну, любит его. Что? Срочно к психологу обратиться. Потому что на лицо проблемы с головой. Срочно. Прям срочно. Срочно. Потому что мужчина не может наказывать женщину ни за что. Это называется абьюзер. И вот тебе нужно разобраться с абьюзером. У тебя большие проблемы по жизни, Кристина. Мне мужчина признается в любви. Он женат, у нас ничего не было. Мы даже не видимся. Раз в пятилетку общей компании видимся, он мне пишет, что любит меня. Это бред. Мужчина, еще раз объясняю. Если он любит. Ну, я понял, что с женщинами приходится поговорить по 10 тысяч раз одно и то же. Внимание, объясняю. Если мужчина любит женщину, как он говорит, он постоянно проявляет какие-то действия в проявлении своей любви. Предлагает встретиться, дарит цветы, ухаживает. Куда-то водит. Постоянно на связи. То есть, пишет не раз в пятилетку, а день через день. Раз в неделю. Мужчина может отказаться от ухаживания, если он поперепробовал там все-все-все-все-все-все-все-все-все. А женщина сказала, ты знаешь, ну мы не можем быть вместе, потому что я замужем. И он такой, ну ладно, все. Тогда нормальный мужчина найдет себе другую женщину для ухаживания и займется тем же самым. То есть, будет показывать действия. А то, что он раз там в пятилетку тебе признается, а когда бухнет, ну может такой думает, может даст, не даст, хоть присуну ей. Это слова. Мужчина, когда он просто говорит слова, это, ну, фигня. Если мужчина говорит девушке, что он женат, но с женой давно нет отношений, живут как чужие, т.п. Он не уходит, потому что она болеет, грозится, что самоубьется, просто жалко ей и т.д. Врет. Все правильно. Именно что врет. Я про это и говорю. Честь девичья уже ничего не стоит для баб. Ну, во-первых, не для баб, а для женщин. В общем, если мы говорим о девушках, то она честь не стоит для женщин. А во-вторых, создай семью, создай семью, воспитай девушку и объясни ей, что такое девственность и почему ее не стоит лишаться рано. То есть, если тебе не нравится окружение, создай свое. Все просто. Ты просто хейтер, товарищ. У тебя проблемы с головой. Так, объясните, пожалуйста, поконкретнее насчет проблем. Очень интересно. Разверните тему, правда, интересно. Еще раз говорю, вы, видимо, плохо слышите. Проблем в отношениях может быть сотни, десятки, тысяч. В любом аспекте быта, чего угодно. Там, воспитание детей, ухода за кошкой, похода в театр. Все может послужить как укреплением отношений, так и их разрушением. Поэтому конкретизируйте вопрос, девушки. Не получится вам узнать все обо всем. Еще раз говорю, у вас проблемы, девушки, с пониманием в том, что вы хотите машинку красненькую, чтобы она быстро ездила, при этом была очень проходимая везде, при этом мало бензина кушала. Не требовала обслуживания, еще желательно летала и по выходным меняла цвет. Так не бывает, девочки. Еще раз повторюсь, если вы задаете конкретный вопрос, получите конкретный ответ. Если вы задаете вопрос, вот может быть, а вот там я скажу, а может быть и нет. То есть не надо мне задавать пространственные вопросы, не получите ничего. Извиняюсь за сложность вопросов. Это я в тему эфира задала так обширненько. Это не в тему эфира. В течение эфира вы на это уже, в принципе, отвечаете. Получается, что уделять больше положительных знаков внимания. Нет, внимание есть в одной умной психологической книге. И была написана такая штука, что внимание нужно уделять таким образом, чтобы оно возвращалось обратно. То есть многие женщины, они уделяют внимание, там, не знаю, как ты красиво почесал попу. Ну и что тут это, что тут внимание. Или там у женщин есть такая черта, они пытаются своим действием, своим действием вызвать противодействие. То есть они, допустим, приходят домой и начинают, там, не знаю, они с работы приходят, муж с работы приходит. Женщина думает, что сейчас они вдвоем вместе начнут убирать дом, готовить кушать вместе. Она говорит, вот сейчас я начну, он увидит, что я начала суетиться. Он ко мне как подскочит, как подскочит. И как, давай мне помогать. А мужик приходит домой со стороны мужика, такой, раз, смотрит, баба там, только переоделась и кинулась сразу готовить, там, холодильник мыть. Он такой, хорошая у меня женщина, прикольная. Сама все делает, даже слова не скажет, не попросит меня ни о чем. Классная баба и лежит на диване. А женщина делает, 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 делает. Смотрит, мужик ничего не делает. Твою мать, Коля, ты что, меня не любишь совсем? Он такой, люблю. А в чем проблема-то? Ты мне не помогаешь, ты меня не ценишь, ты меня не любишь. Здрасте, я наоборот радуюсь, смотрю, какая у меня классная жена, как она круто суетится по дому. И ты мне совсем не хочешь помочь? Он такой, нет. Но он реально говорит, не хочу помочь. А поможешь? Помогу. То есть, у мужика все просто. Коля, вынеси мусор. Хорошо. Коля, принеси там воды, ведро, я помою полы. Не вопрос. Коля, подключи мне пылесос в спальне, я пропылесошу. Не вопрос, хорошо. Пошел, подключил. Коля, повесь белье. Пожалуйста. Но женщина так не делает. Она думает, что она показывает своим мнением, своим действием, что мужчина тут же захочет ей помочь. Но это женская черта. Это, знаете, когда две женщины, есть такая зарисовочка, когда вы, допустим, вдвоем с женой, ну вот я, допустим, вдвоем с женой, прихожу там на какой-нибудь, ну, допустим, у тещи там день рождения, к примеру. Я прихожу с женой в дом тещи, а теща готовит. Что делает жена моя? Она такая, ага, так, маме надо помочь. Она тут рядом подсуетилась, сразу там морковки нарезала. Там, мам, что помочь так это сделать, это убрать? Что делает ее муж? Слушай, я пошел с тестем там на диван сел, сидим, трындим там про то, как космические корабли бороздят большой театр. Мальчики, поставьте стол. Хорошо, не вопрос. Вытащили стол, поставили, расставили все. Мальчики, принесите закруток с погреба. Встали, принесли. То есть, есть много нюансов в семейных отношениях, которые женщины и мужчины понимают по-разному. Но женщина говорит, так, ага, понятно, надо просто создать видимость. Надо просто оказывать внимание. Начинает оказывать внимание мужчинам, а мужчина как бы плюет на ее внимание. Нет. Надо просто уметь оказывать внимание, чтобы оно возвращалось обратно. И у мужчин и у женщин у них разная психология. То есть, можно просто поступить по-другому и получить свое внимание обратно. А не обижаться, демонстрировать там оттопыренную губу, кричать, ты меня не любишь, не ценишь. То есть, ты просто не умеешь строить отношения, вот и все. Уделяй, не уделяй внимания, у тебя проблемы с пониманием. Потому что ты хочешь все обо всем знать, а так не бывает. Почему попался абьюзер? Получается, косяк во мне, конечно, в тебе. Ты приняла мужчину, который тебе проявлял абьюзинг, а ты его терпела. И все. Вот я недавно встретил свою знакомую. Она говорит, ты понимаешь. А мы с ней виделись в последний раз, наверное, 8 пусть будет, 9 лет назад. И она, вот, ты понимаешь, у меня такие отношения были, меня все покидали. Я все время как мама. Я говорю, ну ты потому что, вот как мамочка. Ты и работаешь за них, и им не нужно работать, ты их любишь. Она говорит, да. Начали с ней просто разбирать. Она говорит, слушай, ну действительно, я во всех отношениях играла роль мамочки. Я за них работала, я тащила, тянула. А когда я это переставала делать, они меня кидали. И, как правило, на финансы. Я говорю, потому что ты своим поведением притягивала к себе альфонсов. Альфонсов. Вот. Если вас, Эльдар, я помню, рассказывал, когда там у него был друг, который говорит, слушай, вот они там живут вдвоем, а он ее бьет. Он ее бьет. Как он может ее бить? И вот ходил все, вздыхал, вздыхал, вздыхал. Ну и те расстались потом. И этот парень, который все жалел, что ее бьют, он, я ее буду любить. Она такая классная. Он начинает за ней ухаживать, потом встречается с Эльдаром через год. И он говорит, слушай, я не знаю, я ее хочу ударить просто. То есть, она себя ведет таким образом, что сколько бы мужиков у нее не было, все ее бьют. Вопрос. Если вокруг, помнишь, пахнет говном, проверь, не ты ли обосрался. Поэтому, если вы не умеете строить отношения, вокруг вас будут рисоваться одни и те же личности примерно. То есть, если вас все время, простите, трахают и бросают, трахают и бросают, значит, ваше поведение именно таково, что вы позволяете себя трахать и бросать. Что нужно мужчине и женщине, если родители жены постоянно вмешиваются в отношения? Не общаться с ними, с родителями жены. И ни в коем случае не жить вместе. Никогда. Ни с ее, ни с его родителями. Никогда. Это основное правило. Никогда. Я хочу послушать твое мнение, совет молодым парубкам, которые не хотят наступать на грабли. Совет простой. Наступайте на грабли, по-другому вы опыт не получите. И учитесь. Читайте много литературы, научной. Не то, что на заборе написано. Научной литературы. И получайте опыт. И получайте опыт. А он будет обязательно вас бить. В этом и смысл опыта. Получать его. Негативный опыт лучше усваивается и запоминается. Чем позитивный. Так. Приветствую всех. Кстати, очень рада вас видеть и слышать. Подскажите, почему с одной женщиной мужчина не зарабатывает, а с другой горы сворачивает. Как сделать мужчину состоятельным? В чем секрет? Ну, это не то, что секрет. Секрет – это тоже умение радоваться. Это как и вообще секрет денежный. То есть, когда мы бегаем за деньгами, они бегают от нас. Когда мы бегаем за женщинами, они бегают от нас. И так далее, и так далее. То есть, если вы не знаете, что такое деньги, как они образуются, откуда они берутся, как умножаются, как вдохновить своего мужчину, это нужно очень долго и очень упорно работать над этим. То есть, искоренять ошибки. То есть, надо сидеть и разбирать вплоть до того. Ну, к примеру, мне недавно написал парень по поводу питания. Он говорит, тут у меня проблемы с питанием, я не могу ладить туда-сюда. У меня для таких ребят один совет, который ко мне к питанию. Я говорю, скинь мне, пожалуйста, сфотографируй мне в течение трех дней все, что ты кладешь в рот и по расписанию. То есть, допустим, 9.00, съел два яйца, бутерброд с чаем и так далее. В 11.30 сожрал шоколадку. И вот в течение трех дней такой человек мне скидывает фотографии того, чего он ест. И я примерно могу сказать, где его ошибка. То есть, я просто гляжу на его фотки и понимаю, где он накосячил, чего он недоел, чего он переел. Почему его там срывает на сладкое, к примеру. И все. То есть, в течение трех дней я посмотрю его рацион, и мне становится понятно, где он косячит. С отношениями примерно то же самое. То есть, это надо сесть с объектом, которым мы, вернее, субъектом, которым мы разговариваем, и вплоть до того, что я должен выспрашивать, а как ты с мужем там здороваешься? А вот он получил зарплату, что вы делаете? А ты работаешь, не работаешь. А он работает, не работает. А как вы познакомились? А какие подарки он дарил? А так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, очень много факторов, которые влияют на это. Понимаете? И давать советы, не понимая, с кем я разговариваю. Это бессмысленно. Это просто, опять же, любимое женское. А скажите-ка мне, как построить летучий корабль? А зачем? Я в Турцию просто хотел слетать. И вот думаю, как это лучше сделать. А при чем тут летучий корабль? Ну, я подумал, а было бы неплохо, если бы у меня был летучий корабль, я бы на нем летала, там, в Турцию, потом туда, потом сюда. Так ты в Турцию хочешь или туда-сюда, или что ты хочешь? Или летучий корабль построить? Ну, к сожалению, женская психика такова, что они хотят рыбку съесть, нахрен съесть кости сдать и аквариум выпить. Вот. Ну, так не бывает. Поэтому надо конкретизировать всегда. Но факт остается фактом. То есть один и тот же мужчина может с одной женщиной быть нищебродом, а с другой женщиной может хорошо зарабатывать. Это факт. Но это и талант женский в том числе. То есть так вдохновить мужчину, это либо с этим талантом рождаются, либо его долго и упорно прокачивают. То есть за один совет это не получится. Это нужно целенаправленно над этим талантом работать. Понимая, где ты косячишь и что нужно делать, чтобы не косячить, а делать нужные вещи. Поэтому тремя словами, еще раз говорю, этим не отделаешься. Конкретизируйте вопрос. Спасибо, Костя, за ответы. Слушаю тебя, радуюсь, что есть мужчины достойные. Я уже четвертый год без отношений. Ты вселяешь в меня оптимизм. Убеждение людей в том, в чем себя они убедили. Связи с реальностью здесь зачастую нет. Поэтому я бы все-таки на вашем месте, Светлана, не вселял надежду, а работал с отношениями. Надо работать. Учиться их строить, выстраивать. Они не придут никогда идеальные. Чтобы выстраивать отношения, это нужно отдельную тему заводить, как выстраивать отношения. Потому что я даже лично работал недавно с одной барышней, очень такой милой, симпатичной. Но она, видимо, до конца не поняла. А если и поняла, то не стала действовать. Очень сложно для девушки, особенно после долгой разлуки, имеется в виду недолгой разлуки, после долгого перерыва в строительстве отношений начать ездить опять на велосипеде. Понятно, да, аналогию, какую я привожу. То есть, если вы долго не катались на велосипеде, не надо сразу на нем скакать по горам, ездить по сложным трассам и так далее. Нужно сначала просто хотя бы постараться с него не упасть. Поэтому, если вы 4 года без отношений, верить не надо. Не надо верить. Надо окружить себя ухажерами. То есть, теми, кто будет за вами ухаживать. Потому что ухаживатель, ухажер, да, то есть, тот, который за вами ухаживает, это очень важная миссия для мужчины. Это тренировка в ухаживаниях, а для женщины это повышение самооценки. Поэтому, когда за вами ухаживает молодой человек, он тренируется, а вы кайфуете. В этом есть взаимовыгодная тренировка. Поэтому не надо надеяться, а надо действовать. А чтобы понять, как действовать, нужно знать, как строятся отношения. А это уже, как я говорил, совсем другой вопрос. Надеюсь, это понятно. Я умею парней вдохновлять на войну в свой адрес. Это грустно. Ну, я же говорю, Кристина, у вас проблемы в голове. То есть, вам либо нужно к нормальному сходить к психологу, ну, как показывает моя практика, что-то и психологи нынче завелись не очень грамотные. Вообще, я сейчас прихожу к выводу, что очень много людей, они слышали звон, да не знают, где он. То есть, смотрите, в этом мире можно получать опыт двумя способами. Это как раз будет молодому парубку такой совет. Два способа. Первый способ – это наступать на грабли, пока не научишься маневрировать. То есть, ты будешь наступать, и тебя грабли будут бить в лоб, пока ты не научишься от них уклоняться. То есть, ты станешь очень и очень и очень опытным, но с таким деревянным лбом, в которого уже там 100 граблей вдарило, и ты уже такой хоп-хоп-хоп на уклонах весь такой, весь такой четкий и мудрый. Второй способ – это купить карту граблей. То есть, есть люди, которые тоже уже танцевали на граблях. То есть, они опытные. И они знают, что через 10 шагов вправо грабли, потом влево грабли и так далее, и так далее. То есть, есть люди, которые продают свой опыт. Или продают, или передают, или написали книгу. Это второй способ получения опыта. То есть, приобрести, купить опыт либо через книгу, либо через тренинг, либо как-то через консультации со специалистом. То есть, ну, разные способы есть. И третьего варианта я не знаю. То есть, я не знаю. Есть такой вариант. Но, в любом случае, даже если вы прочитаете сотни книг по строительству паровоза, когда-то вам придется построить паровоз. Построить паровоз. В любом случае, вы получите опыт. Но, получите ли вы опыт, уже зная некоторые нюансы построения отношений, то есть, да, воспользовавшись чужим опытом. Либо это будет для вас в новинку и с нуля. Выбор за вами. То есть, в принципе, и тот, и тот путь в любом случае приведет к результату. Хотя я знаю третий вариант. Который во вселенной очень интересно, ну, не наказывается, а побуждается. А третий вариант это, когда, ну, девушка или парень, неважно, ну, человек. Он понимает, что получать граблями по лбу больновато. А читать и там покупать чей-то опыт, это как-то фу, не хочу. И поэтому я буду вообще ничего не делать. То есть, я не буду строить отношения. К примеру, если мы говорим об отношениях, типа, не хочу ошибаться. Ну, и не хочу не заниматься ни с кем. Ни с психологами, ни со специалистами, ни с кем. Вообще не буду. Это не для меня. Ну, придумывают себе какую-то байку, что это не мое, это не для меня, это мне не надо. Мама не для этого меня рожала. Вот. И они не строят отношения. Ну, тогда дальше идет обратно. Как это? Причина-следственная связь. Либо обрастает кошками, помирает где-то в одиночестве. Вот. Либо жизнь начинает ее к этому побуждать всячески. То есть, устраивает негативные сценарии для того, чтобы его или ее толкнуть в объятие противоположного пола. Вот. Это тоже вариант. Но, на мой взгляд, лучше первые два воспользоваться. Либо получать опыт через шишки, либо заранее прикупив карту разбросанных грабель. А она есть, продается. Так. Мне мило рассчитало, что у меня по нумерологии сложность построения отношений нужно учиться. Тем более, это ты как раз сейчас, Светлана, по третьему варианту. То есть, я могу предположить, что ты три года, четыре года не строишь отношения, потому что у тебя сложности. И ты избрала третий вариант. То есть, ни хрена не делать. Ну, все. А для таких, как ты, есть такая поговорка. Кто не хочет, того жизнь волочит. Поэтому у тебя особо вариантов нет. У тебя либо, еще раз говорю, получать шишки, либо прикупить чей-то опыт. И действовать. В любом случае действовать. Действовать придется в любом случае. У меня было печальное расставание. Наверное, сдвиг произошел по фазе. Была у психолога, есть духовный наставник. Куда двигаться дальше, вот не знаю. Ну, Кристина, у меня для тебя печальные новости. Значит, смотри, тут опять же два варианта. Помнишь, да? Даже если у вас ели, у вас есть два пути. Если ты была у психолога, у духовного наставника, и при этом не знаешь, куда двигаться, тут два варианта. Либо у тебя психолог и духовный наставник ни хрена не шарят, либо ты ни хрена не делаешь. Или не понимаешь их. Может быть, оба варианта. Поэтому подумай об этом. Хотя, если надо объяснять, то не надо объяснять. Не всем же хочется отношений уже в возрасте за 40. Гормоны не те. Ирина, вот, в принципе, как, знаете, оговорочка по Фрейду. Оговорочка по Фрейду. Если вы говорите, что вам не хочется отношений, потому что гормоны не те, значит, ваши отношения были построены на гормонах. Понимаете, о чем я говорю или нет? Еще не дошло до вас, да? Смотрите, если вы рассматриваете отношения, союз мужчины и женщины только с точки зрения гормонов, ну, то бишь сексуальности, там, влечения, да, это жаль. Мне вас жаль. Почему? Потому что ваши отношения были построены на сексе, чисто. То есть, хочу трахаться, у меня должен быть мужик. Не хочу, ой, нету мужика. Гормоны не те. Но я вам открою секрет, что в отношения мужчина и женщина вступают не из-за секса. Ну, секс там играет роль важную, да, но не из-за него. Я вам больше скажу, что, ну, я не такой уж прыткий, как в 20 лет. Да, то есть, там, я не знаю, там, был у меня студенческий опыт когда-то. Дорвался я как-то до секса. Вот, и мы там с одной барышней заперлись, заперлись в спальне и там за сутки, что-то там, может, меньше, может, чуть больше, мы тогда счет времени потеряли. Мы с ней там 12 или сколько-то там раз подряд, ну, не подряд там отдыхали как бы там на алкоголе, на допингах, да. И, ну, не вылазь, стерлись, потом ходили, это ржака была. Ну, по молодости, наверное, так многие поступают. Сколько нам там было, я уж не помню, лет по 19, наверное. Вот. Ну, то есть, крэйзи, гормоны бьют, да. Вот. И сейчас я уже далеко не такой прыткий, как в 19 лет. Хотя для меня до сих пор еще этот вопрос важен. Я вам открою такой свой личный секрет. Он важен для меня, но не так, как в 19 лет. Но в отношениях, внимание, я нуждаюсь гораздо больше, гораздо больше, чем в 19 лет. То есть, когда я был 19-летний, хотел сказать, звездюк, ну ладно, пацан, я не искал отношений. Я искал, честно, секса. То есть, ну, а что там в 19 лет все ищут? Секс, наркотики, рок-н-ролл, да? То есть, бегаешь туда-сюда, там, на одних и тех же. Сейчас, когда мне через год, через год 40 лет, через год 40 лет, я больше нуждаюсь в отношениях, чем в сексе. Хотя секс важен. То есть, я не могу жить женщиной, которая мне сексуально непривлекательная. Да. Так как я мужик. Потому что гормональный фон мужчины, он другой, чем у женщин. Да? Другой, совсем другой. Вот. И для меня мое сексуальное влечение к женщине очень важно. Изначально. На этапе пострейн. То есть, это происходит, когда я решал, с какой женщиной я буду жить. Первое, что... Ну, первый параметр, по которому я отбирал женщину, это сексуальная привлекательность. Но это только первые, там, я не знаю... Ну, вот столько от... Вот столько, да, назовем? От столько, да? То есть, я такой смотрю... Клевая. Сексуальная, клевая. Окей, давай попробую с ней построить отношения. И вот, когда мы переходим на этап отношений, то отношения, это где-то 98-99, может быть, процентов всего, кроме секса. Хотя 100% туда включено. То есть, 1% есть сексуального влечения. То есть, он послужил ключевым. То есть, ты не будешь жить с крокодилом. Такой, ну, в принципе, макака, ничего, я ее побрею, там, как-то, там, вокруг попы вот это выбрею, там, чтобы волос не было. Ну, платьюшко какое-нибудь нацепим. Нет, мужик так не будет жить, как и женщина. То есть, внешняя симпатия, она важна. Чтобы человек устраивал внешний вид его партнера. Потому что, ну, такой вот биологический, как это сказать, биологический фактор, очень важный. Он эволюционно был с нами тысячелетия. И он важен. Но в построении отношений он играет 1-2%. И в отношениях я сейчас нуждаюсь больше, чем в сексуальном влечении. Поэтому, когда вы говорите, гормоны не те, вы тем самым расписываетесь, что все ваши отношения с мужчиной были построены только на сексуальном влечении. И это печально. Это печально. Я боюсь, что, может, вы не поймете, но разжевывать дальше не хочу. Если это дальше нужно разжевывать, то это уже печально. До меня быстро доходит, не стоит так. Нет, я вижу, что не быстро. Потому что ты тут же следом задаешь вопрос, который показывает, что не доходит. Сделаю вывод, что пора уходить в монастырь в моем случае. Ну, очень часто так происходит от незнания. То есть, когда у человека нет понятия. Я забыл, как правильно в кинологии называется этот термин. Неправильное подкрепление, по-моему. Короче, проводили такой на животных опыт, когда определять, то ли обезьяна, то ли кого-то. Когда показывали квадрат, допустим, обезьяна выбирала квадрат. Кнопку, что ли, нажимала или что-то. Ее не били током, а когда круг били. И она везде искала квадрат. Ну, чтобы нажимать ее или как-то там что-то такое. И, значит, меняли форму. То есть, сглаживали углы у круга и у квадрата, пока они не становились еле-еле различимые. И когда животное не могло определить, где круг, а где квадрат, у нее начинался психоз. Самый настоящий психоз. Многие люди, они пытаются строить отношения методом тыка. То есть, они попробовали с одним парнем, допустим, вот в твоем случае, Кристина. Они попробовали с одним парнем, не получилось. С другим парнем, не получилось. С третьим, не получилось. И у них начинает возникать психоз. То есть, они думают, что что-то проблема либо в парнях, либо во мне. И сначала начинают обвинять окружение. Потому что себя сложно обвинить первым. И когда начинают обвинять парней других, они смотрят. Слушай, я с ним рассталась, а он женился удачно. Я со вторым рассталась, а он нашел какую-то бабу, и с ней счастлив тварь. Он раз, я третьего, мы с третьим расстались. И этот, блин, нашел себе клюшку какую-то. И девушка начинает задавать вопрос, блин, а не во мне ли косяк? И потом, когда до нее доходит, это может вплоть до того, что наступить вот это вот, ну, такой психозик, фрустрация такая, не знаю, как хотите, назовите. То есть она понимает, что не вывозит, а что делать не знает. И поэтому фразы «уйду в монастырь», «семейная жизнь не для меня», «что еще такое классическое», «все мужики кобели» – это вот оттуда, с той оперы. А на самом деле все это просто, это от незнания. То есть незнание, оно порождает беспомощность, потому что вы не знаете нажимать на круг, на квадраты, где здесь из них круг, где из них квадрат. Поэтому в вашем случае нужно просто разобраться в себе и понять, где у вас проблемы. Это не так уж и сложно. Все просто. Либо читать книги, либо позаниматься с нормальным специалистом. То есть если вы позанимались со специалистом и не решили свой вопрос, значит специалист хреновый. Понятно, да? Что можете посоветовать почитать о построении отношений в семье? Ну, честно говоря, ничего. Потому что я из разряда как раз-таки естествоиспытателей. Вот. Вы не к тому обратились. Есть разные семейные психологи и на YouTube, и в книгах, и зарубежные. И у них очень много информации и наработок. Ну, если вам интересно. Я же отношусь к разряду, ну, можно сказать, естествоиспытателей. То есть это у меня лоб в шишках весь. Я наступал на грабли раз сто. То есть в попытке построить отношения. Ну, из них раза три только серьезных таких прям. Ну, пусть будет, ладно, четыре серьезных попытки. Вот. И несколько десятков, которые померли на стадии их зарождения, скажем так. Ну, то есть я подыскивал девушек и пытался строить с ними отношения. Ну, и, соответственно, ни хрена у меня не получалось. И грабли меня лупили со всех сторон. И в лоб, и в висок, и в затылок. Я возвращался, наступал на те же, на которые уже был. Вот. И бился, бился, бился. Ну, каждый, у меня так, видимо, психика устроена. Каждый удар граблями делал меня все более азартным. Ну, такое у меня свойство характера. Я люблю получать опыты. Иногда это больно. Ну, интересно. И вышло так, что когда я уже начал интересоваться семейными отношениями, они у меня уже начали получаться. Ну, скажем так, естественным образом. То есть, как только я начал разбираться в семейных отношениях, вокруг меня тут же появились люди, которые преподавали семейные отношения. И мне так хотелось сказать, где вы раньше были, товарищи, да? Но все приходит вовремя. Все приходит вовремя. И уже получая свой личный опыт, я был достаточно разборчив. Всякие там вердикты, Лесли, они послужили мне катализатором для начала, скажем так, опытов в отношениях, да? Но никто из них не стал мне советчиком, скажем так. Потому что я видел ущербность их мировоззрения. Из всех, кто существует сейчас на том же YouTube, кого я нашел. Опять же, я, может, не всех посмотрел, я не хочу никого обидеть. Может, и есть умные дядечки, тетечки. Но больше всех мне нравится Сатья. В девичестве Сергей его зовут. Фамилию не помню, но она вам не нужна. Я думаю, что если вы забьете на YouTube Сатья, вы найдете его харизматичную физиономию. Вот из всех, кого я встречал, более-менее в семейных отношениях он описывает более-менее все точно. Вот у него как раз-таки судьба сложилась не только с получением граблей и опыта, но также с чтением книг. Поэтому, если у вас будет желание, вы можете зайти на его ресурсы в Instagram и в YouTube. И у него есть списки литератур, которых он рекомендует к прочтению. Возможно, я бы тоже, может быть, чего почитал из семейных отношений, но приколюха в том, что меня сейчас в семейных отношениях ничего не беспокоит. Ну, то есть я считаю, что мы с Катюшей выстроили достаточно гармоничные семейные отношения методом совместного тыка. Ну, не как многие подумали в сексуальном плане, а именно в тем, что она по жизни ошибалась, я по жизни ошибался. И когда встретились два тертых калача, причем оба не глупые далеко, мы путем длительных разговоров, общения и совместных действий как раз-таки создали такой союз, который как раз и описывается вот в этих вот всяких книгах, семинарах. И мы просто смотрим и говорим, слушай, смотри, у нас так приколюха, прикольно, прикольно. То есть у нас произошло именно вот таким вот способом, и мы поняли, что в семье самое главное, если ты не дебил, это говорить друг с другом. То есть сексуальные отношения тут не играют никакой роли. Сексуальные отношения здесь являются дополнением. Дополнением. А именно диалог между мужем и женой и как между двумя уважающими друг друга людьми как раз-таки являются залогом успешных семейных отношений. Поэтому у меня как бы вся жизнь до сего дня была построена именно на моих собственных изысканиях. Где-то услышал, где-то спросил, где-то прочитал. Но выводы я делал исключительно самостоятельно, благодаря логике. Поэтому именно конкретно вот прям книги какой-то, читайте там вот это и все поймете. Ну нет. Даже усатье в некоторых моментах я с ним не согласен. Но опять же, в 90% случаев, именно что касается семейных отношений, я там могу с ним не соглашаться в каких-то там религиозных убеждениях и так далее. Но именно на 90% с точки зрения семейных отношений, с того, что я посмотрел у него, я с ним согласен. Это редко у меня с кем бывает такое как это, единение, да, то есть мнений. Но на данный момент я все-таки бы рекомендовал, наверное, вам в ту сторону загуглить, проверить. Танцы на граблях не всех вдохновляют. У многих формируется выученная беспомощность. Знаешь, Ирин, я могу сказать, что это проверка эволюции. Я только за. Знаешь, почему? Потому что если у тебя появилась выученная беспомощность, значит, эволюция показала, что ты недостойна к размножению. Увы, ах. Я считаю, что эволюция, да, как бы жесткая она в каких-то моментах не была. Возможно, меня когда-то из-за этих слов и приголубит, как бы, я получу ответочку. Ну, я понимаю, что от этого никуда не денешься. Эволюция, она так устроена, что она забирает то, что не используется. То есть, если человек не способен выжить умом ли, опытом ли, упёртостью, или гормонами, или неважно, чем он зацепился, значит, он не достоин к размножению с точки зрения эволюции. Всё. И такие, как он, просто не будут появляться, а будут появляться упёртые, невыученные и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, танки, которые будут двигать эволюцию. что ж ты поделаешь? Как мужчина воспринимает женщину с ребёнком? Женщине с ребёнком сложнее построить отношения. Это да, это да, я могу сказать, потому что у меня были попытки построить отношения с женщиной, с ребёнком, и не с одной, кстати. Но ничего из этого хорошего не выходило, но не из-за ребёнка, повторюсь, не из-за ребёнка, а ребёнок как бы играл свою роль, но больше из-за матери, больше из-за матери, именно из-за поведения женщины. То есть, ребёнок поначалу мог показаться препятствием, но, допустим, я вот лично очень люблю детей, прям очень, причём не только своих, у меня вот сегодня племяшки приезжали, племянницы, там племянник, так дети ко мне там периодически подходят, ластятся, там вот, Оля приходила на повтор в Анапе там с дочкой, и я с дочкой с её там пока массажик ей делал, там даже пообнимались, такая девчонка клёвая, мне аж дочку захотелось, у меня аж три сына, вот, я очень люблю детей, но когда женщина с ребёнком начинает себя вести неправильно в отношениях, мужчина убежит, и ребёнок послужит здесь последним аргументом, скажем так. Вы никогда не задумывались, почему женщина с ребёнком осталась женщиной с ребёнком? если она с одним не смогла выстроить отношения, она и с другим не сможет выстроить, вы понимаете, о чём я говорю? То есть, многие женщины с ребёнком, они прячутся за ребёнка, они говорят, меня замуж не берут, потому что я с прицепом, ну, типа, с прицепом замуж не выйдешь, да я знаю лично, девушек, которые выходили замуж, будучи с ребёнком, но они поняли, что они неправильно строили отношения с первым мужем, то есть, они сделали работу над ошибками и ребёнок, я не скажу, ну, скажу, конечно, легче выйти замуж без детей, то есть, вероятность больше, но это не определяющий фактор, далеко не определяющий фактор, то есть, если мы составим, там, не знаю, список из десяти причин, почему женщина повторно не может выйти замуж, то ребёнок будет где-то там на девятом-десятом месте, по моей шкале, то есть, я могу придумать там грубость, невнимательность, там, ещё там, ну, кучу всяких, там, неряшливость и так далее, так далее, то есть, кучу всяких причин, по которым мне не нравится женщина и в конце скажу, ну, ещё и с прицепом, в конце, хотя были у меня отношения, когда у меня были, ну, там, была девочка одна, дочка, то есть, ну, в смысле, я к её маме ходил, это ещё будучи в армии, когда я по контракту служил, я же думал на севере остаться, ну, искал себе невесту, разные попадались, и попалась мне одна мадама страстная, ну, прикольная такая-то, деваха, вот, у неё была дочка, наверное, года четыре ей было, четыре, где-то, пять, так вот, четыре-пять лет, и мы с ней очень классно нашли общий язык, но, как вела себя она с ней, мне очень непонятно, мама, уйди, ты нам мешаешь, то есть, то ли она боялась, что я там убегу, а я на неё смотрю, мне непонятно, как ты можешь так со своим ребёнком разговаривать, ну, то есть, она там постоянно, уйди отсюда, ты мне мешаешь, там, и я такой смотрел, 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 то есть, у меня отношения с дочкой, ну, с её дочкой, были лучше, чем с ней, и у меня было такое двоякое чувство, я думаю, блин, ну, вот тебя бы я дочкой оставил бы, а вот эту мамашу твою я бы замуж не брал бы, нифига, и слава богу, как бы я там не остался, в Заполярье, не женился, не это, вот, но был такой момент, что реально мне девчонка это понравилось, и я, в принципе, даже был какой-то момент, что я рассматривал её как свою приёмную дочь, но поведение именно её мамы меня отвернуло, то есть, не из-за ребёнка, и сейчас, вот с высоты своего, тогда я ещё вообще молодой был, мне сколько было, там, 22, по-моему, года, 21, 22, вообще сопляк ещё был, сейчас мне почти 40, я с высоты своего опыта смотрю, и я всё-таки склонен считать, что дети – это отражение матери, да, но отворачивают скорее сами матери, нежели их дети, но это очень удобно, таким «я же мать», валить всю вину на, типа, я вот с ребёнком, меня поэтому замуж не берут, мне тяжелее найти себе спутника жизни, поверьте, если женщина замечательная, замечательная, если она дарит там заботу, теплоту, там, я не знаю, там, участие, дом полная чаша, во-первых, от неё бы хрен муж ушёл, я вам так отвечу, вот, но даже если там по каким-то обстоятельствам там не сложились отношения с мужем, а она такая клёвая, только вопрос времени, сколько она останется, скажем так, без обручального кольца, поэтому, когда вы вот такое говорите, девочки с детьми, которые почему-то называют девушкой с прицепом, нет, это дети, хорошие дети, это вообще класс, вот, поверьте, что в 99% случаев проблема в вас, и только вы можете там нарваться на какого-нибудь особо, помешанного, на девственницах, есть такие люди, которые, я женюсь только на девственнице, мне не нужно, ну, у них счастья тоже не будет, то есть, как бы, ну, если они рассматривают отношения только с позицией девственности, это тоже убыточный вариант, вот, но, вот, подумайте, что дело не в детях, дело в вас, как бы печально это ни звучало, разговоры между мужем и женой, как вы и говорите, укрепляют отношения, долгие недомолвки, это начало конца, да, абсолютно верно, абсолютно верно, тут даже не добавить, не убавить, стоит ли честно признаться жене, что у меня есть любовница, и рисковать браком, или так и продолжать жить в нечестных взаимоотношениях, с любовницей встречаюсь два года, с женой живу уже девять лет, есть ребенок, ну, мое мнение, я тоже так неправильно поступал, я начинал строить отношения, свои личные отношения, будучи женатым, ну, отношений уже как таковых не было в свадьбе, но все так отмазываются, если так, положа руку на сердце, я сейчас отмазываюсь, на мой взгляд, на нынешний взгляд, я не имел права строить отношения, будучи женатым, а я так делал, честно говоря, это, это ссыкло, ну, вот я был ссыклом в этом плане, очень сложно признаться жене, что, ну, давай расстанемся, да, ну, мы уже, мы чужие люди, мы неправильно построили отношения, там, не знаю, или давай как-то поговорим, или разбежимся, или что между нами, то есть, ну, выяснили отношения, женщины в этом плане более честные, более честные, не все, не все, но более честные, мужики, они ждут до последнего, мужику даже выгоднее, что жена его застукает с любовницей, и выгонит, это для мужика идеальное отношение, он тогда такой, меня выгнали, и пойдет к любовнице, не факт, что он с ней потом жить будет, но, меня застукали, выгнали, то есть, для него это решение проблем будет, типа, ну, вот так случилось, а сложнее всего мужику подойти и сказать, дорогая, у нас, нифига ты мне уже не дорогая, мы живем непонятно как, непонятно зачем, не вижу смысла в дальнейшем жить, ребенку буду помогать, давай подадим на развод, ну, то есть, поговорить по душам, желательно ребенка при этом отдать куда-нибудь бабушке, там, не знаю, чтобы он, если ребенок уже подрощенный, чтобы он не слышал ваших выяснений отношений, скажем так, но, на мой взгляд, нынешний взгляд, прежде чем начинать новые отношения, надо порвать со старыми, а то, что ты делаешь, это крысиные отношения, такие, знаешь, когда ты жене говоришь, что к любовнице, любовнице говоришь, что к жене, а сам учиться, учиться и учиться, да, то есть, это очень неправильно, то есть, либо туда, либо сюда, возможно, тебе жена что-то просто не додает, и ты пытаешься это найти у любовницы, но, в дальнейшем, ничего хорошего с этого не выйдет, с этого рая не выйдет ни хера, это, конечно, твоя жизнь, ты можешь делать что угодно, но вот на мое отношение, на нынешний этап жизни, такое, хотя, в свое время я зассал говорить, и получилось так, что жена узнала, что я уже строю отношения, но я уже был готов расколоться, да, вот тогда нашла коса на камень, я мог бы еще и отрицать, она, в принципе, этого ждала, многие женщины, они как хотят, ну да, он наступился, ну была у него там какая-то клуша на стороне, она ему там напела, в мозг, ну на самом деле он не виноват, ну повелся там один раз, не этот самый, женщина склонна к прощению мужика, ну сходил на левак, хороший левак укрепляет брак, типа, ну ладно, бывает там, да, и так далее, и моя жена предыдущая, она была к этому готова, что она мне там говорит, ты пообещай, что ты больше не будешь никуда там, мол, ходить, ни налево, ни направо, не строить свои отношения, а я, мол, закрою глаза на твои вот эти вот инсинуации. Но я уже на тот момент был готов к тому, что, ну, лучше никак, чем вот так. То есть, не из-за того, что она там плохой человек, я просто видел, что мы не умеем строить отношения, мы разные люди, и непонятно, нахрена мы все, зачем мы там все это тусим, да, ну, в браке, скажем так, и надо с этим как-то заканчивать. И я ей сказал, своей бывшей жене, я говорю, знаешь, пойми, что дело не в тебе, то есть, я вижу, что я, ну, не вижу себя в этих отношениях. И я говорю, обещать, не обещать, сегодня одно, завтра другое, это потом опять все поменяется. Я был готов уйти вообще в никуда, никаким ни к любовницам, ни к женам, просто уйти, потому что эти отношения для меня уже, ну, были невозможны. И я ушел. Вот. А потом просто одна из тех, с кем я пытался строить отношения, она просто сказала, можно я рядом побуду? И я говорю, ну, ты смотри, я ж вольный художник. Она говорит, да, да, никаких претензий, ничего. Вольничий. И вот тут показала весна, кто где, как говорится, кто друг, кто враг, а кто так. И это был очень тяжелый год в моей жизни переосмыслений, тем более у меня вот, вы сегодня в начале стрима видели двух моих джигитов, любимых парней. То есть у меня два ребенка от первого брака, которых я очень люблю. И вот для меня было сложнее всего то, что у меня оставались два ребенка, ну, как бы без отца, да, так назовем это так, да. Но я понимал, что будучи в тех отношениях, ничего хорошего с этого не выйдет. Ничего. И для них будет хуже. потому что я буду недовольный, я буду злой и так далее, и так далее. И как мне не больно было, а мне было очень больно, очень больно. Я ушел. Жена вообще хотела уехать в другой город, ты не будешь видеться с детьми, там туда-сюда. Я говорю, ты за ними хоть на край света поеду, мне пофигу. Вот. И, ну, потом устаканилось, более-менее мы наладили общение, сейчас общаемся, нормально все. Вот видите, дети у меня постоянные, каникулы, выходные, они всегда у меня. Мы там дом строим, бегаем, прыгаем. Вот. И уже спустя, вот, сколько уже прошло, шесть лет, как мы расстались, ну, я понимаю, что надо было уходить. Надо. То есть, я очень рад, что я ушел. Печально, что пацаны вот так, ну, они уже привыкли, я ж от них не отказался, я с ними тусю, участвую в их жизни всячески, как могу. Поэтому, для меня это было и остается, самым правильным решением. И я сейчас понимаю, вот на данный момент, я конкретно, не дай бог такое говорить, всякое бывает, но я от Кати не собираюсь никуда не уходить, ни даже никого искать в отношениях. Вот. Но даже если бы эти отношения изжили себя, я бы не стал никого искать на стороне, я бы сначала разобрался с Катей, все дела с ней бы порешал, и потом бы уже строил новые отношения, когда завершил предыдущие. Но, еще раз говорю, я никуда не хочу уходить, потому что эти отношения уже были выстроены более грамотно, чем все мои предыдущие. Ну, можно сказать, что и это самые долгие отношения в моей жизни на данный момент. поэтому, на мой взгляд, все-таки это нечестно, ни по отношению к жене, ни по отношению к любовнице, ни по отношению к самому себе. То есть, ты просто избегаешь смотреть правде в глаза, по сторонам. Но, это еще раз говорю, это не руководство к действию, ты можешь, ты волен поступать, как тебе удобно. Твой выбор, твоя воля, ну, мое мнение, как я уже сказал, таково. Все-таки ваш вердикт по поводу меня, мне нужно с психологом поработать в тем отношения незакрытых гештальтов, ведь я получил весь этот багаж. Ну, а где ты? Ну, хорошо, посиди в медитации, может, тебе сверху спустят, что ты сделал не так. Ну, конечно, надо разбираться, надо разбираться там с психологами, не знаю, с семейными психологами, со специалистами, читать книгу. Конечно, с тобой что-то не так. Это вот такой тебе пример, смотри, ты такая говоришь, Константин, я вот вожу машину постоянно и врезаюсь в бордюры, в столбы, в других машин, постоянно куда-то попадаю, то в люк провалюсь, то перееду пешехода какого-то. Скажите, это что-то в машине не так? Или вот, ну, я не умею водить? Может, мне стоит обратиться в автошколу, чтобы меня научили водить машину? А ты не ходила в автошколу? Нет, смотрю, машина стоит. А я так хотела ездить, так хотела ездить, ну, села и поехала, а тут столб через 3 метра, а еще через 5, люк открытый. Вот, и я так все время куда-то врезаюсь, попадаю. Скажите, дело в машине, во мне, и что мне вообще делать? Примерно вот такой у тебя вопрос, если вот в переводе на аналогии такие вот. Примерно ты мне так задаешь. У меня не получаются отношения, меня бьют, абьюзят. Скажите, дело во мне? Или вот, ну, как-то, а что мне делать? К психологу походить? Или не выходить замуж? Может быть. А может, вы меня вообще возьмете на поруки? Ну, а что ты хочешь от меня? услышать? Какой ответ? Научись ездить и вперед, господи, что тут было бы сложно что-то. Понимаешь, Кристина, проблема в чем? В том, что ты не умеешь строить отношения. Все. То есть, ты совершаешь неправильные действия и не совершаешь правильные действия. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно избавиться от неправильных алгоритмов поведения, и научиться правильным алгоритмам поведения. Вот и все. Вот и весь секрет. Ничего сложного. Я никогда никому не говорю, правильно вы сделали или нет. Возможно, абьюз вызвали именно вы, а не он виноват. Правильно, что я ушла от абьюза. Да хрен его знает. Может, вам урок там надо было получить. Я не даю оценочных суждений. Я говорю, допустим, только со своей точки зрения. Я, допустим, никогда бы не терпел абьюзинг от женщины. Или, будучи женщиной, не терпел бы от мужика. Это ваш. На ваш взгляд, я проблемная женщина? Этот вопрос только женщина может задать. Ну, конечно, ты проблемная, раз ты так говоришь. Это не на мой взгляд. Я тебя не знаю. Откуда я могу знать, ты проблемная или не проблемная? Ну, что-то у тебя не в порядке? Это да. С головой имеется в виду. В понимании. Я не говорю, что ты там ку-ку. Ну, в понимании, что-то у тебя какие-то пробелы. Возможно, ты просто необразованная женщина. Такое тоже бывает. Возможно, у тебя и с отцом проблемы были. То есть, если у тебя проблемы, значит, у тебя с отцом проблемы. Так, Константин, если у жены до меня было 12 сексуальных партнеров, или это перебор, или не нужно по этому поводу загоняться? А ты ж уже выяснил, да? Дорогая, сколько у тебя до меня было? Ну-ка, посчитай. Три. Не ври. Я по глазам вижу, что не три. Четыре. Ты мне брешешь. Ну-ка, точно скажи, сколько у тебя было до меня половых партнеров? Проблема, скорее, не в ней, а в тебе. Потому что тебе это важно. А почему тебе это важно? Потому что, скорее всего, она тебе досталась легко. Она тебе досталась легко, ты ее завалил, скорее всего, за какое-нибудь недорогое одно-два свидания. Вот. И теперь ты переживаешь, а не посмотрит ли она на какого-нибудь другого Василия Алибабаевича. Меня, допустим, вообще не трогает, сколько партнеров было. Так, ради интереса. Ну, если бы она мне не сказала, моя супруга, я бы, может, ну, да я и не спрашивал что-то. Я даже не помню, из-за чего у нас разговор состоялся. А, вообще, по поводу по душам мы беседовали, мы еще даже не встречались, просто друзьями были. Меня этот вопрос бы не интересовал. Сколько у моей женщины до меня было партнеров? Нахрена это вообще знать? Вопрос вот в этом. Нахрена об этом, вообще знать. Или мне сидеть, читать, так, значит, ага, лентку чпокал, ага, ага, значит, Маринку, да, два раза, угу, там, Женьку, угу, Аньку, драл, угу, сейчас, подожди, подожди, я еще не всех вспомнил. Что это за бред, блин? Зачем нам? Ну, мы же перед свадьбой должны все друг другу рассказать, прям, вот все. А вот помню, Анька гонорею мне принесла, там, это Ерпес мне дала, угу, угу, так, что ли, вы это представляете? Нахрена это все нужно? Двенадцать половых партнеров. Ты же не из-за партнеров выходишь, вернее, женишься, да, а тебе нравится женщина, или не нравится? Если она тебе не нравится, нахрена ты на ней женишься? Если она тебе нравится, какая тебе разница, кто у тебя, кто у нее был до тебя? Тебе надо смотреть, как она тебя с собой ведет. Вот это вот важно. Это вот, вот это в сто раз важнее, чем то, сколько у нее было до тебя партнеров. Это гораздо важнее. Не на то вы смотрите, господа. Не на то. Кристина, мое мнение, я не могу выразить свое мнение, не зная тебя. Это еще раз, если мы переводим аналогию в машины, ты говоришь, Константин, вот вы механик, у меня что-то там грюкает, что-то хрюкает, что-то стучит, что-то скрипит в машине. Скажите ваше мнение, что это может быть? Да хрен его знает. Загоняйте машину на СТО, и мы определим, какая у нее поломка. То же самое вы... А я плохая женщина? Да я даже не знаю, женщина ты или нет. Может, ты тролль, сока, вон там мохнатый мужик с пузом сидишь, пиво пьешь, и надо мной прикалываешься, думая, что ты какая-то Кристина. А я плохая или нет? Да хер его знает. Ваше мнение. Или это очень тупой троллинг, или это реально какая-то, ну, просто настолько перепуганная женщина, что она просто потерялась, что она говорит, что она пишет, и уже так сильно прыгала, что потеряла то место, где она потерялась. Соберись. Я везде, говорит, копнула. Верю в карму, в прошлой жизни, в эзотерика. Я везде копнула. И что? Помогло тебе? Я там копнула, там копнула, там копнула, а клад не нашла. Может, сначала надо выяснить, где лежит клад, а потом целенаправленно там прокопать яму, выкопать клад и все? В общем, Кристин, я на твои вопросы больше не отвечаю, тебе нужна помощь специалиста. Ты потерялась, я тебе про это и говорю, что если ты сама не вывозишь, найди специалиста. Только не самозванцев каких-то, не знаю, где ты их там находишь, бесплатных психологов, наверное. Есть грамотные психологи, есть грамотные психологи, заплати денежку, они твои вопросы разрулят на раз, два, три. В общем, кроме как у Кристины есть какие-то вопросы, потому что там бесполезно. бесполезно я смотрю, я смотрю, что там... Да нет, я от тебя не поседею, мне просто пофигу. Почему я к чужим отношениям отношусь, ну как бы к чужим бедам отношусь так? Прохладно, прохладно, потому что это ваши проблемы. У меня есть мои проблемы, которые я решаю. У меня есть возможность рассказать свой опыт, я рассказываю. А вы что думаете, я так... Мы эфир закончили, а я такой ложусь спать и думаю, блин, а что там у Кристины? А как вот, ну блин... Бедная девочка, что ж там у Кристины? Надо ей помочь. Так вы думаете, у меня все происходит? Нет. Я выключаю эфир и все, и забываю. Ну я так понял, кроме Кристины ни у кого вопросов нет. Ну и ладно. Пишите по ссылке. Надо ценить время, когда вы общаетесь. Всем пока.